Подозреваемые в преступлениях против майдановцев бегут от правосудия. Прокуратура объявила в розыск одного из координаторов харьковских тетушек. Его обвиняют в похищении людей в январе 2014-го. Это уже третий подсудимый, которому удалось скрыться от следствия. Кто заинтересован в их исчезновении, узнавала Наталья Заморская. Тавакул Рагимов – один из основных подозреваемых по делу харьковских тетушек, которые 21 января прошлого года устроили на Петровке ловлю на живца. Тогда мужчины в белых балаклавах избивали и задерживали прохожих. Под горячую руку провокаторов тогда попал и киевлянин Владислав Дулапчий. Из этих автобусов, потом мы уже увидели, что их три, повысыпались люди уже с палками, с битами, с всякими приладьями для побития людей и начали раздавать всем, кто заходился рядом. Тавакул Рагимова, как координатора тетушек, генпрокуратура обвинила в похищении и издевательствах над людьми. В начале июля Печерский райсуд освободил харьковчанина из-под стражи под домашний арест. После этого Рагимов перестал появляться на судебное заседание. В компьютере его выявили переписку с его знакомой, которая себя позиционировала как хорошая знакомая Рамзана Кадырова. И ВИН ей ставит пытание, что получилось так, что я во время Майдана был за Россию, теперь меня за это преследуют. Есть ли у тебя возможность, чтобы я получил паспорт гражданина Российской Федерации, и вообще могу ли я скрываться в России? Рагимов не первый обвиняемый в преступлениях против майдановцев, который скрылся от следствия. В конце прошлого года сбежал командир спецроты Беркута Дмитрий Садовник. Его обвиняли в февральском расстреле 39 героев Небесной Сотни. В розыске и главный подозреваемый в убийстве активиста Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко. Адвокаты уверены, исчезновения обвиняемых не случайны. Схема одна и та же, похожа на системное противодействие. Как происходит влияние на судей, я не могу сказать. Пока кто-то из судей не заговорит и не захочет взломать эту систему изнутри, абсолютно порочную, к сожалению, до того мы правда не узнаем. Павел Дикань уверен, вскоре могут исчезнуть и другие обвиняемые в преступлениях против майдановцев. Сегодня в очередной раз не состоялось заседание по делу заместителя командира Беркута Янишевского, которого обвиняют в расстреле активистов на Институтской. Апелляцию защиты перенесли из-за болезней судьи. Адвокаты пострадавших уверяют, рассмотрение дел затягивает, чтобы общественность потеряла к ним интерес и перестала ходить на заседание. Тогда у судей будут развязаны руки. И под влиянием лиц, не заинтересованных в раскрытии преступлений, они помогут обвиняемым скрыться от наказания.